МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Сегодня в выпуске. Ими гордится страна. В Чувашии отметили День Героев Отечества. В тепле и уюте в детском саду в поселке Новое Отлашево восстановили отопление. Красота и сила в столице Чувашии прошел Кадетский Георгиевский бал. Следователи выясняют причины страшной аварии, произошедшей в Яльчикском районе. Из-за столкновения легковой машины с трактором погиб водитель и его пассажиры, две несовершеннолетние девочки. Этот случай сегодня обсудили в Доме правительства. Уже точно известно, виновник аварии был трезвым. Но в ходе расследования уголовного дела предстоит ответить на массу вопросов. Водитель Киа Рио получил права два года назад. И за это время шесть раз привлекался к административному наказанию за нарушение правил. В прицеп трактора легковая машина врезалась на скорости 130 км в час. От сильного удара люди скончались на месте. Самое главное, мы имеем невосполнимую утрату для этих семей, для близких родственников. Поэтому выражаю наши соболезнования родителям. Нам надо культуру воспитать лучше и водителей, и практически у пассажиров. Есть вопросы и к водителю трактора. Была ли необходимость перевозить бревна в темное время суток? На этом участке трассы знак негабаритного груза по путному авто был почти незаметен. Мы сейчас будем проводить дополнительную работу, информацию, чтобы владельцы, собственники крупных габаритных груз перевозили только в светлое время суток. Если лес он перевозил, то можно было лучше перевозить в светлое время суток или использовать машину прикрытия. То есть сзади, если машина прикрытия была, может быть, данная трагедия, можно было ездить туда. Чаще всего виновниками ДТП становятся лихачи. Чтобы дисциплинировать автомобилистов, на трассах устанавливают приборы фотофиксации. Только в этом году было приобретено порядка сорока комплексов. В рамках национального проекта в республике стало больше освещенных магистралей. Михаил Игнатьев отметил, что снижение смертности на дорогах региона среди ключевых задач работы местных властей. Впереди предновогодние праздники, пробки, превышение скорости начинается, ряд других вопросов. Касаясь освещения, по сравнению с 2018 годом мы практически более чем три раза освещенных трасс сделали. Допустим, 10 лет назад даже по населенным пунктам на федеральных трассах у нас не было вообще освещения. Глава региона поручил наводить порядок и в сфере перевозок пассажиров. Часто в ДТП попадают таксисты. Причем не у каждого водителя есть лицензия на перевозки пассажиров. Хотя арендовать машину нет никаких проблем. Установил приложение на телефон и сделал заказ. Чтобы обезопасить себя, Минтранс и республики советуют не доверять тому, кто находится за рулем и проверять, требовать документы. Но не всегда виновниками ДТП становятся водители. Часто правила нарушают и пешеходы. Наезд на пешеходов 39%. Опрокидание 119%. Еще необходимо нам работать в части и водительского состава, и культуру поведения пешеходов. Культуру поведения пешеходов начинают прививать и воспитанникам детских садов. Также в рамках национального проекта. Глава региона отметил, что профилактика о вопросах безопасности дорожного движения выходит на первый план. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. Детский сад в поселке Новая Отлашево с сегодняшнего дня работает в штатном режиме. О мерзнущих детях мы рассказывали в пятницу. Наша съемочная группа побывала там. Жалобы жителей населенного пункта подтвердились. Температура в помещениях садика держалась на отметке 15 градусов. Спустя выходные ситуация изменилась. В Министерстве образования Республики отмечают, что сейчас температурный режим соответствует нормам СанПИНа. Усилили режим теплоподачи. В ближайшие дни должна быть подключена и новая блочно-модульная котельная детского сада. Документы отъездили только в пятницу на подключение. Служебное расследование провели. Значит, сейчас проводим, Михаил Васильевич, по данным доложим. Что это такое блочно-модульная котельная сегодня? В течение месяца его можно запустить. Перед главами администрации городов и районов я говорил, сейчас у нас есть диабета. Но никаких фактов вообще не должно быть у нас, уважаемые коллеги. Дети же болеют, потому что и материальный ущерб могут взыскать. И ряд других тут последствий. В общем, надлежащим образом проводите служебное расследование. Я публично уже говорил, кого надо освободить с работы, кого надо сместить, соответственно. А кого-то надо выгнать просто с работы за такие безобразия, которые происходят. На совещании в Доме правительства обсудили и проблемы с очередями в детской инфекционной больнице. После жалоб одной из горожанок, которые не смогли вовремя предоставить место в палате, этот случай стал резонансным. Министр здравоохранения республики отметил, что с неудобствами пациентам больницы приходится сталкиваться из-за ремонта. Все изменится после открытия нового корпуса. Ко дню республики мы это здание сдадим. Там 50 коек одноместных, боксированных, полубоксированных. Создадим все условия. Также мы, чтобы привести соответствие, сегодня в городе Новочебоксас, в трехэтажном здании ведутся ремонтные работы, капитальный ремонт. И к 8 марта мы его запускаем. А по плану мы развернули дополнительные койки на территории городской детской клинической больницы. Поэтому проблем этих нет. Да, бывают ситуации, когда пациенты, наши маленькие, поступают вместе с родителями. Времени неудобства есть. Потому что еще дополнительно мы решили привести в состояние реанимационный блок детской инфекционной больницы. Место четырех. А койку у нас будет. Там будет шесть. Еще одно поручение главы Чувашии тоже взято в работу. К Михаилу Игнатьеву обратились жители города Новочебоксарск. Их волнует ситуация в школе номер 11 города Спутника. Раньше была очень хорошая школа. А сейчас ужас. С приходом новой директрисы школа пришла в упадок. Хорошие учителя разбежались. Последние три или четыре года не набирают десятые классы. Большая часть детей учатся в других школах. Сама в этом году перевела ребенка в другую школу. Такое высказывание на форуме в сети не единственное. На одной из прямых линий с главой республики жители микрорайона Иваново подтвердили, что так оно и есть. Старшие классы отсутствуют, увольняются учителя. В ноябре уволили и директора. Объявлен конкурс. Действительно там наблюдается снижение количества учащихся. Отчасти это вызвано объективными причинами. Так как школа находится в старом микрорайоне. Молодежь в основном приобретает квартиры в новом микрорайоне. И, соответственно, часть детей перешла на учебу по месту жительства в новые микрорайоны. Поэтому небольшой отток учащихся наблюдается. В школе сейчас проводится проверка всесторонняя. Конечно, вину мы не снимаем ни с руководства школы, ни с руководства отдела образования. Есть над чем работать. Мы будем исправлять ситуацию. По словам главы администрации Новочебоксарска, в школу уже приняли 7 новых педагогов. До конца года в Чебоксарах должны открыться еще три детских сада. Автомобильные дороги по улице Асламаса и в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщили в администрации города на еженедельной планерке. Вопрос с проблемными детскими садами в столице постепенно решается, отметили в городской администрации. На этой неделе заработает детсад в микрорайоне Садовой. На следующей – в Кувшинке. Одним из последних планируют открыть дошкольные учреждения в Заволжье. Сейчас там ведутся отделочные работы. Из проблемных, наверное, озвучит только микрорайон Солнечный, где подрядчик Честрой. Вот там пока тяжелая ситуация. Работаем с ним ежедневно, по пять раз в день на контроле. Но, скажем так, активности, которая необходима для ввода до конца года, пока еще не достигли. Работу активизировать именно с ними и тогда. А что по дорогам? По дорогам, по дороге Асламаса работы все завершены. Сейчас документация в экспертизе. После выхода заключения экспертизы будем вводить объект в эксплуатацию. Планируется, что на этой неделе мы получим заключение. По дороге Солнечной там оставшиеся работы на участке 200 метров. Ведутся работы на разворотной площадке. Из всей протяженности где-то на 80% асфальтобетонное покрытие уложено. Ну, планируем тоже завершить и вводить до конца года. В 2014 году была проведена модернизация школьных столовых. Большой объем работ уже выполнен. Но еще есть потребность в обновлении электроплит, посудомоечных машин, холодильного оборудования. На реновацию требуется 27 миллионов рублей. Продолжается работа и по демонтажу металлических гаражей, признанных бесхозными и расположенными на дворовых территориях. В 2017 году их было более 900. Сейчас количество снизилось вдвое. Работу по демонтажу необходимо продолжать, отметили в администрации города. 12 декабря с 12 часов дня и до 8 часов вечера пройдет общероссийский день приема граждан. Любой желающий сможет задать вопрос представителям городской администрации. Записаться на прием можно предварительно через общественную приемную. 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией. Органы внутренних дел ежегодно выявляют не менее 80 коррупционных преступлений в Чувашии, многие из которых получают широкую огласку в СМИ. О том, как преподносить подобную информацию, журналисты Чувашии обсудили на семинаре по вопросам информационной работы в сфере противодействия коррупции. Прокуратура Чувашии настаивает на использовании точных формулировок и фактов из уголовных дел и призывает ориентироваться на официальные источники. Следователи напоминают, уголовное наказание грозит не только тем, кто берет взятки, но и тем, кто дает. Поэтому жители должны знать, куда обращаться, если у них вымогают денежное вознаграждение. Ну а сотрудники национальной телерадиокомпании Чувашии поделились с коллегами-секретами подготовки социальных роликов на данную тематику на телевидении и на радио. По итогам конкурсов антикоррупционной направленности 2019 года награды получили авторы лучших сценариев, статей, роликов и программ. Мининформ политики Чувашия ежегодно поддерживает медиапроекты, направленные на борьбу с коррупцией и правовое просвещение населения. В прошлом году тоже принимала участие, но, к сожалению, тогда я не была ни призером, ни победителем. В этом году мне очень приятно, что мой труд оценили, мой сценарий занял первое место, и я вижу результат моего сценария, готовый ролик. Да, это то, что я имела в виду. Писать сценарий мне было легко, можно сказать. Мне это помогал, опыт работы на телевидении на местном. И я, когда его писала, я представляла картинку, звук, видео. И очень здорово, что коллектив НТРК сумел воплотить мою идею идеально. Погони за мнимой выгодой, не вводи в беду себе и своих близких. Первый межрегиональный родительский форум собрал в Чебоксарах представителей родительских комитетов, ассоциаций, организаций высшего и профессионального образования. Этот форум – интерактивная площадка для обмена опытом воспитания детей и обсуждения их будущего. Одаренными рождаются 98% детей. Сохранить таланты и развить их удается немногим. Кто в ответе за то, чтобы молодежь могла самореализоваться? Задача наша – больше говорить о перспективе и готовить своих детей, чтобы они без страха могли найти свое достойное рабочее место. И мы вместе с вами должны провести вот такой открытый семейный домашний разговор. Открытый диалог – это уникальная родительская среда, где взрослые, заинтересованные в успешном будущем своих детей, узнали о современных методиках воспитания и о последних образовательных тенденциях. Все профессии важны, а все ли нужны? Какие специалисты более востребованы на рынке труда в Чувашии? Елена Ульянова – президент фонда равенства возможностей, затронула вопрос о создании инклюзивной среды. Подняли вопрос и о создании возможностей для обучения особенных детей. Сейчас, после начальной школы, их распределяют в обычные. С этим родители не согласны. Все родители, которые есть такие, сильнее поддержки. Прошусь нам, пожалуйста, школу! Эксперты Виктория с пониманием выслушали все вопросы и пообещали найти решение. Я думаю, что этот вопрос действительно с бородой. Ни один год не решен. Я думаю, Министерство образования подумает, каким образом все-таки создать такую школу, чтобы после пятого класса дети не уходили, а дальше продолжили это обучение. Где и кем работать, чтобы заработать. Как готовить высококвалифицированные кадры для региона и создавать привлекательные рабочие места. Лучше один раз увидеть. В фойе разместились экспозиции образовательных учреждений республики. Лучебная плата для изучения принципов работы 4G-сетей. Это радиотехническое направление. Ключевая компетенция обеспечит конкурентные преимущества. Эти студенты-стипендиаты главы республики – активные участники конкурсов мастерства. Используя свои знания и умения, они уже сегодня ставят конкретные цели. Эти деньги мы как бы копим и хотим ощутить свои мечты. После техникума, после всех навыков, которых я научился, открыть свой бизнес. Эффективная работа для всех заинтересованных сторон продолжилась на дискуссионных площадках. Форум «Навигатор» сработал как надо. Многим удалось проложить образовательный маршрут с учетом своих интересов и способностей. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Праздник, посвященный всем тем, кто своим мужеством и героизмом заслужил звание Героя России, Героя Советского Союза, статус Георгиевского кавалера или Кавалера Ордена Славы. В Чувашии Героев Советского Союза, получивших отозвание во время войны более 65, героев России – 9. Эти люди в разные времена на разных рубежах защищали честь и достоинство нашей страны. Один из них – Игорь Петриков. Он потомственный военный, героически погиб в бою близ горного села Шали в Первой Чеченской войне. За проявленный героизм и мужество гвардии майору Игорю Петрикову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2015 году в Чебоксарах, где похоронен офицер, был открыт сквер его имени. Каждый год в День Героев Отечества здесь много цветов. К памятнику сыну сегодня пришла и мама Героя России – Анна Егоровна. Работайте над тем, чтобы ваши дети, ваши внуки были всегда примерами в вашей семье, потом в школе, потом в садике, в школе, и потом в дальнейшей учебе. В преддверии Дня Героев Отечества прошел и Республиканский кадетский Георгиевский бал. Более двухсот молодых людей и девушек со всей Республики на балу ежегодно показывают свое мастерство. В этот раз мероприятие посвятили наступающему году памяти и славы и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. ПОЮТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Юноши при параде в белых перчатках, девушки в бальных платьях, элегантные и нарядные, удивительная атмосфера кадетского бала, который собрал в Театре оперы и балета юных участников 18-ти бальных ансамблей со всей Республики. ПОЮТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Но только не у этих пар. Офицерский бал – часть культурных традиций российской армии. Потому обучение бальным танцам – обязательный предмет подготовки. С завидимой легкостью, невесомостью, силой воли, терпением, упорством, выносливость. И не только в танцах. Кадетское движение нам дает внутреннюю силу, стержень, который помогает нам на всем жизненном пути. Знание маршировки, сборка-разборка автомата и магазина мне очень помогут в будущем. Чего поступать в Сызрень, в военно-летное училище. В этом году бал посвятили предстоящему году памяти и славы. Низкий поклон ветеранам, которые много лет рассказывают молодежи о доблести российских воинов, дают им право и возможность гордиться своей причастностью к военной истории страны. За участие в военном параде в День Победы школьница Диана Александрова получила медаль Министерства обороны Российской Федерации. Парад очень сильно запомнился тем, что там было очень много ветеранов. И было очень волнительно. Когда сказали, что медаль Министерства обороны вручают мне, у меня сердце закололо. Воспитание я получила замечательное. Образование тоже в жизни пригодится. Козетское движение уходит корнями в далекое прошлое, но при этом не теряет актуальности. Глава Чувашия Михаил Игнатьев отметил, что в нашей республике оно активно развивается и имеет хорошие перспективы. Чувствую логкой товарищей, это очень важно, формируется командный дух. Я искренне хочу выразить слова благодарности всем родителям, которые создают эту возможность для своих дочерей и сыновей, выражая слова благодарности самим кадетам, потому что они находят время, силы, энергию. Сегодня в Чуваше 208 кадетских классов. Кадеты ежегодно участвуют и побеждают в республиканских межрегиональных всероссийских конкурсах, таких как кадет-приволжья, гвардеец. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. 20 красавиц со всей России собрались в Чувашском государственном театре оперы и балета для участия в 9-м всероссийском конкурсе «Чувашская красавица России-2019». На сцене 20 красавиц из Чувашии, Ульяновска, Екатеринбурга, Тюмени и Санкт-Петербурга. Все они удивительно гармонично сочетают красоту, ум и талант. Познакомить жюри со своими способностями участницы смогли благодаря творческим и интеллектуальным конкурсам. Кулинарный конкурс в этом году вынесли за пределы зрительного зала. И блюда национальной кухни можно было не только увидеть, но и попробовать. Борьба была напряженной. Выбрать лучшую из лучших было сложно, говорят в жюри. По итогам всех конкурсов победительницей стала Чувашская красавица из Комсомольского района Татьяна Матросова. Титул вице-мисс Чувашская красавица России присудили Анастасии Яковлевой из Маргаушского района. За понравившуюся участницу можно было проголосовать и в интернете, в социальной сети ВКонтакте, в группе Чувашского национального конгресса. Больше всего зрительских симпатий было отдано Чувашской красавице из Канарского района Милене Никитиной. Одному из старейших предприятий столицы Чебоксарскому хлебозаводу номер один исполнилось 85 лет. Как прошло торжественное мероприятие, вы узнаете прямо сейчас. А я с вами прощаюсь. До завтра. На что способны наши мастера? В итоге каждый выражает свое чувство на этом каравае. Вот это любовь к труду. Самое главное. Не у каждого получается. Как из маленькой пекарни в 15 человек с исключительно ручным трудом вырос огромный завод. Директор Чебоксарского хлебокомбината номер один Елена Бадаева рассказала нам, пожалуй, главные рецепты этого. Эта история началась 2 декабря 1934 года. Тогда Чебоксарский городской совет Рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов принял решение под хлебопекарню предоставить помещение закрытой Покровской церкви. Население столицы, которое еще недавно было маленьким уездным городом, стремительно росло. К началу Великое Отечественное предприятие уже называли главным кормильцем Чебоксар. От него зависело поступление в магазины хлеба для выдачи по карточкам. Затем были непростые послевоенные годы. Перестройка. Когда нужно было сохранить производство. А потом в условиях конкуренции выйти на новый уровень. Разработано и внедрено в производство 140 новых наименований продукции. С 2009 года на предприятии действует система менеджмента качества из 9001-2008. Сейчас на прилавке магазинов хлебзавод номер один ежедневно поставляет более тысячи наименований продукции. Здесь постоянно работают над ассортиментом. Покупатели стараются привлечь разнообразием, а еще качеством. Один из главных принципов директора Елены Бадаевой, которая руководит хлебзаводом уже 35 лет. Никаких искусственных улучшителей вкуса. Только натуральные продукты. С каждым годом у вас показатели, несмотря на жесткую конкуренцию на потребительском рынке, растут. Мы бывали неоднократно на производстве, смотрели, как меняется технология, как технологи применяют современные инновационные технологии с уже не ручным управлением, а с наименьшим участием человека. Внедряя современные технологии, тут помнят про традиции. В трудовых книжках многих сотрудников за весь 30-летний стаж только одна запись. Чебоксарский хлебзавод номер один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА